Всем здравствуйте, дорогие любители национальной баскетбольной ассоциации! С вами очередной, 53-й выпуск нашего регулярного подкаста. И сегодня мы будем обсуждать сложившиеся пары второго раунда Playoff and Bar, а также чуть-чуть, совсем буквально парочкой слов пройдемся по результатам игр первого раунда. И для того, чтобы во всей этой ситуации сегодня разобраться, мне будет помогать мой постоянный соведущий, автор канала Его Игра в Телеграме, а также одноименного блога на Спортс.ру, Женя, он же Джеребик. Приветствую тебя, Жень! Всем привет! Предлагаю сразу же не, так сказать, не мять кое-какие части тела и не тратить время зря, перейти к обсуждению сложившихся пар Playoff и предлагаю начать с восточной конференции, так как пары сегодня буквально только-только были там сформированы, ну, по крайней мере, одна из оставшихся пар, и, как мне кажется, там дела будут обстоятельно поинтереснее. Поэтому предлагаю начать с разбора вот самой свежей сложившейся пары, я имею в виду пару Торонто-Кливленд. На самом деле, очень все странно вышло, потому что и что Торонто, то и Кливленд в первом раунде, как оказалось, имели большие сложности в своих парах, чем кто-либо ожидал. Торонто обыграл Вашингтон в шести матчах со счетом 4-2. Кливленд уже вовсе понадобил семь матчей серии впервые в карьере. Леброна Джеймси настолько тяжело ему дался проход из первого раунда в плей-офф. Победа над Индианой 4-3. И в итоге вот у нас повторяется полуфинал Восточной конференции прошлого года, который я напомню для тех, кто забыл. Закончился полноценным фиаско команды из Канады. Были разгроблены Рептор со счетом 4-0. В этом же сезоне вроде как ожидается серия, но поинтереснее, хотя так и ожидалось в прошлом году. В этом сезоне команды провели между собой три встречи в регулярном чемпионате. И сезонная серия закончилась со счетом 2-1 в пользу команды Леброна Джеймса. Стоит отметить, что последние две игры, которые были выиграны Кливленда, проходили сравнительно недавно, если быть точнее 21 марта и 3 апреля. То есть свежи воспоминания у Торонто, если так можно выразиться, о том, насколько Леброн может быть силен. И на самом деле это подстегает, так сказать, дополнительную волну интересности вокруг этой пары. Женя, давай начнем обсуждение этой пары. Как тебе кажется, как, по-твоему, прошли команды первый раунд? Торонто с Вашингтоном, Ак Ливленд с Индианой, соответственно. И в целом, кьюти, мысли по этой сложившейся паре. В Торонто важно было получить полный состав. И как только они его получили, вернулись все игроки, которых не было. Торонто сыграл в свою игру, и они выиграли у Вашингтона на выезде. То, чего они не могли сделать в первых двух матчах, они сделали в шестом. Ну, в шестом матче серии, я имею в виду. Поэтому для Торонто, по большому счету, это была пусть и нервная, но разминка. Они обязаны были проходить Вашингтон, они его прошли. В принципе, тут чуть хуже результат, чем мы предсказывали. Но, опять-таки, наши предсказания, мои, во всяком случае, исходили из того, что тот же Ван Влейд должен был быть готов, если не к первой, только к второй игре. Ну, все получилось так, как получилось. По Кливленду, конечно, тут сложно сказать. Вот как ты считаешь, Марк, был у Индианы шанс или нет? Ну, мои, так сказать, впечатления довольно-таки свежи, потому что мы записываем этот выпуск буквально через пару часов после седьмой серии. Определенно были, и я бы даже сказал, были вполне себе серьезные шансы. Потому что даже если взять ту самую спятую игру, которая, по большому счету, стала определяющей в серии между Кливлендом и Индианой, то там Кливленд, ну, на волоске зацепил эту игру. Если совсем докапываться до фактов, то, по большому счету, игра должна была в последние 30-50 секунд игры развернуться в абсолютно другую сторону. Ведь о чем я говорю именно? О голд-тендинге, незащитном со стороны Леброна Джеймса над броском Виктора Алладипа. Поступили бы, не болельщики, извиняюсь, конечно же, судьи поступили бы в этой ситуации правильно, был бы сделан правильный, так сказать, колл на голд-тендинг, и Индиана повела бы в счете на 2 очка, и вполне возможно, что Кливленд бы не смог бы отыграть это. А там уже до паншной игры Индианы 4-2 вполне себе возможно было сделать. Да, безусловно, у Индиана были шансы 100%. Это была, наверное, серия, за которой я следил пристальнее всего, потому что, ну, действительно, было очень интересно. И я безумно рад за Алладипа. Алладипа провел феноменальную серию, как мне кажется. Я жду не дождусь его следующего сезона. Но я чуть-чуть от темы отдалился, наверное, потому что, в первую очередь, мы говорим о Кливленде, а не Индиане. Кливленд показал себя намного более зависим от Леброна Джеймса, чем мы с тобой, Жень, да и как, в принципе, многие думали. Потому что мы считали, что, ну, может быть, по крайней мере, я хорошо скажу за себя, я считал, что Леброн, ну, это где-то, может быть, процентов 70-80 успеха от всеобщего успеха Кевальерс. Как оказалось, что там, скорее всего, процент идет даже выше, даже 90-95%. Потому что в этой серии Леброн набрал 36% очков своей команды. 36% при статистической линейке, 34%, 10% подборов, 8 ассистов по одному перехвату и блокшоту. Ну, то есть, феноменальная игра. Если честно, вот, если убрать за скобки финальные серии против Голланд Стейт, в которых Леброн регулярно божит, то, мне кажется, за последнее время, за последние лет 5, а может быть, даже и вовсе за всю карьеру короля, это была самая сильная серия с его стороны. И тем самым интереснее понять, а что вообще Кливленд себя будет представлять в игре в серии против Торонто. Команда, которая возглавляла Восточную конференцию, по большому счету, была, ну, самая сильная на Востоке. Хотя, с другой стороны, у меня есть некоторое такое мнение о том, что Индиана под Кливленд этот подходила меньше, чем нынешний Торонто. Именно за счет своего стиля игры, набора исполнителей. И поэтому, как мне кажется, многие могут сказать, что, «О, если Кливленд выбил только Индиану, занявшую пятую строчку в семи играх, то в серии с Торонто их, скорее всего, ждет проигрыш». Я бы таким категоричным бы не стал. И сейчас вот в диалоге с тобой попытаюсь объяснить свою точку зрения. Ты, Жень, как считаешь, вот именно если брать матчап Кливленда и Торонто? Ну, я думаю, очевидно, что ситуация лучше, чем в прошлом сезоне для Торонто. Хотя, опять же, как мы помним, после того, как команда приобрела и Баку, и Такера в прошлом году в обмен на дедлайн, все говорили, что вот да, как минимум шесть матчей борьбы нас ждет, а в итоге было, что было. Как ты думаешь, Жень, эта история повторится в этом году? То, что вот Кливленд такой спящий фаворит этой серии? Или все-таки те вот по впечатлениям от серии с Индианой, тебе кажется, что в Индиане, ну, очень... Не в Индиане, извиняюсь, конечно же, в Кливленде все очень плохо в плане поддержки Леброна. Потому что Леброн король, это ясно. Как бы я бы к нему не относился как к человеку. Но вот в плане командной поддержки очень все спорно. Как ты считаешь, какие у тебя ожидания от этой серии? И есть ли в моем таком тезисе доля истины? Как тебе кажется, Жень? Посмотрим давай. Потому что, на мой вкус, сейчас у Кливленда слишком много слабостей. И они пока не разобрались, как эти слабости можно компенсировать. Сегодня проснулся игрок, которого я, в принципе, не ожидал уже увидеть, так сказать, в ранге полноценного игрока НБА. И Томпсон выдал игру какую-то совершенно непохожую на себя последних двух лет. А это было что-то из разряда плей-офф 2016. То есть, когда человек подбирает все, что может подобрать. Борется за все, что не может подобрать. И иногда тоже это подбирает. Когда он забивает. Когда он может поймать мяч, в конце концов. Что он сколько там? 20 минут он сыграл за всю серию до этой игры. И совершенно другой человек. Мы, в принципе, уже поржали на канале с ребятами насчет того, кто виноват и почему. Но, по факту, если действительно Тристан Томпсон вернулся, он поможет и поможет очень крепко побороть одну из главных, так скажем, сил. Это больших Торонто. Потому что, если действительно будет играть Кевин Лав на центре, то Рэпторс получит довольно много. Если мы смотрим на те матчи, которые были в конце регулярки. Они были, в общем-то, оба довольно близких. Там на последних секундах все решалось. И так как игры были в, если я правильно помню, в Кливленде обе, то мне кажется, что, ну, так как запасные получат чуть меньше минут. То есть не по полчаса они будут бегать, как они бегали, а будут играть минут 20. То у Торонто есть хорошие шансы зацепить как минимум одну игру в Кливленде. А дома они уже свое возьмут. Поэтому мне кажется, что, ну, мне кажется, что Кливленда очень мало шансов пройти. Вот на мой вкус. То есть я правильно так понимаю, что ты ставишь на Торонто. И как бы во скольких играх ты ожидаешь, чтобы эта серия закончится? И да, что скажешь на это? Ну, давай будем смотреть. Я, в принципе, очень хотел бы увидеть все-таки побольше вот тех решений, которые Кейси принял в серии. Например, у него Волончуна сыграл пару матчей вообще больше 30 минут. Это то, чего мы не видели от Кейси, наверное, за всю регулярку. Ну, может, пару раз. А Волончуна со второй пятеркой Торонто играет просто шикарно. И там Пельтель, он выходит вместо Пельтеля. И заменяя молодого австрийца, он очень хорошо и в пик-н-роу вписывается с Ван Влитом, и подбирает лучше, и в защите он играет. Но все-таки он гораздо опытнее, поэтому он очень хорошо помогает второму июне Тут Торонто защищаться. Что же касается первого звена, если все-таки не будет вот этих дурных игр с 35 бросками Дерозана, или Дерозана, как хотите, ставьте ударение, я думаю, что Торонто не должны давать Клейленду шансов. Ну, не должны. Это, наверное, будет первый сезон, когда Торонто действительно может Клейленд обыграть. Получится или нет, но это уже второй вопрос. Практика показывает, что все-таки у Торонто есть какие-то такие скрытые страхи, так сказать, Клейленда, и у меня есть предположение, что главное, чтобы не затряслись коленки, как бы это банально не звучало, но вот практика последних двух игр этого сезона, в которых Торонто, ну, проиграли Клейленду, хоть и в довольно-таки такой близкой борьбе, что в игре в Клейленде, что в игре в Торонто, ну, так вызывает у меня долю сомнений. Пару фактов я скажу перед тем, как закончить обсуждение этой пары, чтобы мы перешли уже к следующему противостоянию на Востоке. Парочка моментов. Во-первых, я вот в своем первом, так сказать, монологе нашего обсуждения сделал больше упора на Клейленд. Хотел бы сейчас парочку моментов выделить о Торонто, и почему я считаю, что у команды, в принципе, есть неплохие шансы пройти Клейленд дальше. Во-первых, это довольно-таки уверенная игра дуэта лидеров Raptors, Демарда Роузена и Кайла Лаури в первом раунде плей-офф. Насколько мы все помним и знаем, за последние два или три сезона сформировалось такое шаблонное мнение, которое бытовало в среде болельщиков НБА, то, что ни Демар, ни Кайл не могут выступать на хорошем уровне в плей-офф. И каждый раз этот тезис подтверждали, заработали себе всякие никнеймы, типа Демар Дефроузен и так далее и тому подобное. Но в серии против Вашингтона, которая, в принципе, базирует свою команду и ростер вокруг двух звезд задней линии Джона Уолла и Брэдли Билла, дуэт Демара и Кайла проявили себя очень хорошо. У обоих хорошие процентные линейки. У Кайла Лаури вовсе больше 44% попаданий за дуги. Несмотря на то, что вроде как Джон Уолл опекал, который не самый последний защитник в лиге, Лаури хорошо заигрывал партнеров по 8 с половиной передач за игру. В свою очередь Демар, ну, показал себя высокогласным скорором в этой серии. 27 очков около того в среднем он набирал, и при этом почти что под 40 заваливал из-за дуги. И, ну, это выселяет надежду то, что все-таки бэккорд у Торонто даст жарку Кливленду, потому что у Кливленда на самом деле с этим есть проблемы. Как сегодня показала практика, скорее всего, в этой серии мы увидим стартовый состав Кливленда в лице, в виде Леброна в качестве разыгрывающего. Парой больших лав Тристен Томпсон, если второй продолжит играть так же, как он играл сегодня против Индианы. Но мне кажется, что с этим проблем не возникнет, не должно, потому что Тристен играет против Торонто, в котором он родился и вырос. Мне кажется, дополнительная мотивация проявить себя на родной канадской земле не помешала бы центровому, мощному форварду, как хотите его называйте. И посмотрим, что если представлять. Но вот в остальном у Кливленда большие проблемы и сомнения, кто вообще должен играть. Потому что, ну, мы знаем рабочую схему, что окружили Броном максимально возможным количеством снайперов и что-нибудь из этого получится. Давайте посмотрим, что со снайперами в серии Индианы было у Кливленда. Джер Смит, 32% из игры, 30% из-за дуги. Джефф Грин, 36% из игры, 35% из-за дуги. Кларксон, 36% из игры, 15%, ужасающе 15% из-за дуги. У Родни Худо тоже где-то около 20% попаданий с дальней дистанции. В общем, все как-то плохо у Кливленда в плане снайперов, поэтому Леброну пришлось брать на свои плечи, ну, почти что всю атаку, лезть в основном в проходы, как-то там ковырять очки даже с попаданий из-за дуги, 32% за эту серию. В общем, сомнения есть по поводу Кливленда. И вот это вот главное, на самом деле, преимущество у Торонто, мне кажется, в этой серии перед Кливлендом. Именно наличие вингов. И даже такой забавный факт, Оджи Ануоби, даже вот обычный новичок Торонто, у него в серии с Вашингтоном, а Фетс Эвер Рейтинг, когда он находился на площадке, а он находился там не очень мало, 20 минут в среднем за игру, варьируется около 140. Это безумные цифры, и это простой факт, который на самом деле мало что значит, но, как мне кажется, я свою точку зрения более-менее передал качественно. То, что у Торонто есть преимущество на вингов, а это основная позиция сейчас в баскетболе, как мне кажется, и за счет этого мне кажется, что все-таки Торонто легкий фаворит в этой серии. Но, признаться честно, я бы лично ожидал здесь 7 матчевую серию. 6-7 матчей минимум, и я думаю, да, будет 7 матчей. Так, рискну на это поставить. И, наверное, чуть предвзятое мнение в плане того, что я проживаю сам в Торонто, довольно-таки негативно отношусь к Леброну Джеймсу как к личности, но все-таки я рискну поставить 4-3 в пользу Торонто. Как-то Кливленд в первом раунде плей-офф против Индианы, ну, никак себя не показал. И будем смотреть, что будет представлять себя команда Леброну Джеймса во втором раунде, потому что у короля уже судороги начались настолько все плохо. 43 минуты сегодня на паркете провел, планировал 48, но те 5 минут, которые он не провел, просто невозможно было провести из-за легких судорог. А мы, по примеру, финала 2014 года помним, что у Леброна, в принципе, с судорогами есть история. Я думаю, болельщикам Сан-Антони, особенно те же, не стоит напоминать, о какой истории я говорю. В любом случае будем следить за развитием событий в этой серии. Вторая серия Восточной конференции, о которой мы сегодня, конечно же, поговорим, это серия между Бостон-Селтикс, которые заняли вторую строчку в регулярном чемпионате, и молодыми Филадельфии 76ers, занявшие третью, соответственно. Бостон в первом раунде обыграл Милуоки в семиматчевой серии, довольно тоже, наверное, второй по интересности вообще в первом раунде, 4-3. А Филадельфия, в свою же очередь, более-менее каточком пронеслась по Майами, устроив им джентльменский свип со счетом 4-1. Сезонная серия между Бостоном и Филадельфией 3-1 в пользу Бостона, но при этом стоит отметить, что все те три победы, которые были добыты кельтами, были добыты еще в то время, когда с травмами не слег, наверное, пожалуй, главная звезда этого сезона в составе Бостона, я, конечно же, имею в виду Кайри Ирвинга. И, как бы, ну, состав у Бостона, мы об этом говорили в нашем разборе первого раунда, как, ну, мягко говоря, не Камильфо, из-за этого я даже ставил на Милуоки в этой серии, но я чуть-чуть недооценил фактор того, что у Милуоки на тренерском мостике, ну, чуть больше, чем пустота, чуть-чуть меньше, чем пустота стоит. Господи, я даже запутался, настолько плохой тренер у Милуоки, который не смог правильно использовать тех игроков, которые у него были в активе, в итоге чего Бостон будет играть именно с Филадельфии в полуфинале конференции. Жень, какие у тебя остались впечатления от выступлений этих команд в первом раунде и, в принципе, что ты ожидаешь в их мэтчапе в полуфинале? Я Бостона смотрел всего две игры, потому что мне очень-очень не нравилось качество баскетбола, поэтому я почти не уделял внимания этому противостоянию, а по Филадельфии, там, все, что я видел, я видел все пять матчей там полностью, мне не кажется, что Бостон будет в состоянии удержать нынешнюю Филадельфию исключительно усилиями тренерскими и усилиями защиты. То есть Филадельфия, безусловно, Бостон будет сопротивляться, безусловно, будет очень жарко и они будут бороться, но почему-то мне кажется, что Филадельфия должна их обыгрывать. Там район 4-2, я жду. Что касается мэтчапов, не знаю, насколько большим преимуществом будет работа Симонса против Брауна, потому что там ребята все-таки смогут кое-как сдержать Бена, и у Бена статистика не самая блестящая против Бостона, но сейчас без Тайса против Джиэля Эмбидо будет играть или Бэйнс, или Хорфорд, и оба они, к сожалению, уже не смогут составить конкуренцию. Один никогда бы и не смог, а Эл уже не сможет составить конкуренцию Эмбиду. Безусловно, он будет бороться, все будет строго и жестко с его стороны, но Эмбид должен выигрывать, и Филадельфия должна забирать за счет именно индивидуального таланта. Просто не тот уровень, к сожалению, сейчас игроков, поэтому мне кажется, что это относительно, ну как, относительно легкая победа Филадельфии. Наверное, 4-2. Признаться честно, я бы не стал быть настолько радикальным, как ты его читаешь относительно потенциального мэтчапа Джоэля Эмбидо и Элла Хорфорда. Конечно, по габаритам и вообще по игре Джоэл выглядит так, ну, масштабнее, если так можно сказать. То есть, ну, вот в посте, например, против Хорфорда ему будет довольно-таки легко, как мне кажется, как-то играть. Но при этом не будем забывать о том, что Джоэл только что пришел от травмы, которая, ну, травмы лица, из-за которой, как мне кажется, ему даже по советам врача он пытается больше вести такую игру вдали от кольца. Ну, конечно же, он внутри, там, краски демонстрирует, большую время часть проводит, но при этом он стал дальше, как мне кажется, отдаляться именно Дугу по сравнению с регулярным чемпионатом. И, ну, на самом деле, признаться честно, даже это, мне кажется, не особо сильно будет на руку Бостону, потому что у Эмбидо в серии с Майами 38% попаданий за Дуги, при около 3-4 попытках в среднем за игру, что, ну, для центрового очень круто. Но при этом Хорфорд сам не лыком шит, и, как мне кажется, тут я бы не стал быть настолько радикальным, как ты в этом противостоянии. Я бы больше радикальным стал подносительно того, кто будет защищать в составе Бостона Бена Симмонса, потому что, ну, как мне кажется, на этот лом у Бостона и даже у такого гениального тренера, как Брэд Симмонс, нету приема. Потому что, ну, Смарт очень маленький, чтобы охранять, так сказать, австралийского цепного пса, если так можно Симмонса назвать. Я думаю, что Смарта будут кидать в первую очередь на Джей Джи Рэддик, который провел довольно-таки эффективную в плане скоринга серию против Майами, 20 очков в среднем за игру, 46 с игры, 35 из Дуги. Я ожидаю, что эти показатели у него в серии с Бостоном просят, чисто из-за того, что вот Смарт, который вернулся и от травмы, когда он руку себе порезал в серии против Милоки, ну, показал, за счет чего, скорее всего, он получит хороший контракт этим летом. Да, у него 27% попаданий с игры и 0% попаданий из-за Дуги в тех трех матчах, которых он провел в Бостону. При этом тот импакт, который игрок дает в обороне, и слова меня описать, по полтора перехвата и блокшота в среднем, постоянный хассл, и, как мне кажется, это усложнит жизнь. Что Джей Джи Рэддико, что Марко Белинелли. По поводу Бена Симмонса, отчасти может быть, но, как мне кажется, чисто вот за счет своей мощи и габаритов Симмонс не особо сильно обратит внимание на сопротивление Смарта. Браун, по поводу Брауну тоже есть такие некоторые сомнения, потому что, во-первых, он будет играть с травмом под коленом сухожилия, которые, ну, если по уму лечить, надо лечить на протяжении двух недель, которых у Боссона попросту нет. Так что я ожидаю видеть Брауна в игре чуть-чуть таким, если можно сказать, покалеченным. Но при этом, я думаю, что он все равно будет выдавать какой-то хороший перформанс. И мне даже кажется, что отчасти икс-фактором этой серии со стороны Боссона станет Терри Розьер, который провел феноменальную серию против Милуоки, заставил запомнить свое имя такого, не, сказать, не самого... не самого рубаху парня, так можно сказать, довольно-таки противоречивого, Эрика Блецца, о чем, ну, как бы, что он о многом говорит. Но при этом, как бы, я не вижу особо возможности большой уразе показать такую же игру против Филадельфия чисто за счет того, что у Филадельфии, ну, лучшая оборона по сравнению с тем же, с тем же самым Милуоки, у которого обороны почти что нет. У Филадельфии, кстати говоря, для тех, кто не знал, в этом плей-офф, в первом раунде, если быть точнее, дефенсив рейтинг второй, среди всех 16 команд, которые участвуют, разрешает 101 очко, набирает за 100 владений. Я, наверное, свой итог по этой серии чуть-чуть, вот, я буквально одно слово еще Жене дам, буквально на пару минут, и потом посуммирую свое мнение об этой серии. Женя, вот каких-то из второстепенных персонажей, может быть, у Бостона или у Филадельфии, как тебе кажется, может ли стать кто-нибудь X-фактором этой серии? Потому что, ну, Эмбит, Хорфорд, Бен Симмонса, конечно, хорошо, но, может быть, есть какие-нибудь второстепенные персонажи в составах обеих команд, которые, как тебе кажется, могут, ну, проявить себя с лучшей стороны, тем самым дать положительный импульс результатам своей команды? Я не могу назвать кого-то из них второстепенными персонажами, потому что у Бостона первостепенных персонажей не осталось. Филадельфия играет как команда, и тут понятно, что большая часть усилий будет направлена на нейтрализацию Симмонса, но и Рэддик, и Белинелли, и Шарич, и даже Ильясова могут выстрелить в любой момент, и так как они попадают неплохо, а игра Филадельфии основана на движении, мне кажется, что будет очень сложно и достаточно интересно. Я не думаю, что стоит выделять кого-то отдельно, потому что, ну, как ты можешь назвать, кто из, как ты говоришь, второстепенных персонажей Бостона сыграет. Одну игру сыграет один, другой игру сыграет другой, хорошо. Я бы не назвал кого-то из них там отдельно звездой. От всей серии. Ну, в принципе, твое мнение имеет право на жизнь, так что будем смотреть, как все это будет расстрелиться. Я же скажу, что я от этой серии ожидаю такой менее зрелищной игры, как в серии Торонто-Кливленд. Сравниваю это с товарищами, так сказать, серийными по конференции. Но если говорить о результате, то да, Брэд Стивенс доказал, что я не прав, и то, что нельзя списывать счетов такого хорошего тренера. Как я говорил в прошлом выпуске про Антона Покрашова, да мне кажется, если дать ему безруких людей, то у него получится нормально. Ну, команда уровня, так знаете, топ-10 лотереи, не топ-2, а топ-3, а все равно. Но при этом, как мне кажется, по таланту Филадельфия выше Милуоки, и при этом у Филадельфии на тренерском мостике не хрен пойми кто, извиняюсь перед тем человеком, который отвечал за выступление Милуоки в этом сезоне, а Брэд Браун, человек, который на самом деле вышел из системы Сан-Антонио, в регулярном чемпионате там показал свою профпригодность как главный тренер уровня команды НБА. Так что будем смотреть. Лично я ставлю на 4-2 в пользу Филадельфию, и так вот, если какие-то еще мини-прогнозы 9 делать, то я ставлю на то, что в очередной раз подтвердят правильность своего подписания Марко Белинелли и Эрсан Ильясова, которые на самом деле, как показала практика, наверное, являлись лучшими подписаниями вот именно после выкупов, после дедлайна обменного, и думаю, они продолжат это также изрешетовывать скамейку Бостона, которая, ну, в талантливом уровне исполнителя не особо сильно отличается. Да, там смарт, может, там кто-то кого-то покусает в обороне, но семя Аджелия, как при всем к нему уважении, хорошо защищается, но в атаке является абсолютно ничем, как показала практика в серии Смилуоки, и поэтому, мне кажется, вот за счет даже какого-то преимущества, так же на скамейке запасных в Филадельфии есть неплохое преимущество перед Бостоном, поэтому моя ставка 4-2, процесс, вера в процесс, так сказать, уже полностью заканчивается, потому что этот процесс закончился, и я думаю, что мы увидим Филадельфию 76-х во финале конференции уже в этом году, что на самом деле, ну, по темпам роста пережалует, мне кажется, все графики, даже положительно настроенных болельщиков команды, что, с чем не могу их не поздравить, так что болельщики Филадельфии вы на самом деле это отчасти заслужили. Предлагаю переместиться на другое, так сказать, полушарие мира НБА, а именно с востока переехать на запад. Поговорить о противостояниях здесь. Предлагаю начаться игры, точнее серии между Голден Стейтом и Новым Орлеаном, которые, в свою очередь, провели очень ровные серии первого раунда. Новый Орлеан, на удивление многих, вынес в одну калитку Портленд Трайл Блейзер со счетом 4-0. Да, мы с Женей, в принципе, предвещали то, что Новый Орлеан, на самом деле, даже посимпатичнее будет выглядеть в этой серии, и у них больше шансов на то, чтобы зацепить финальную победу. Но такого разгрома от нас, ну, я думаю, никто из нас не ожидал, а уж тем более не ожидали эксперты с Испианом, из которых, как бы, ни один из них не поставил на Новый Орлеан. Но мы получше Испианщика, как по кэс-практике, разбираемся, что не может не радовать. В свою очередь, Голден Стейт обыграли обескровленные Сан-Антонио, джентльменский свип 4-1, одну серию Сан-Антонио все-таки зацепили, но не больше. Как-то было все безнадежно для шпор в этой серии, как и нами более-менее предсказывалось. И Голден Стейт продолжает свой поступь. Я думаю, уже можно смело сказать, что Голден Стейт уже вошли в режим плей-офф. И, в принципе, можно так говорить о том, что будем ждать возвращения Стефа Карри и надеяться на ярчайшее выступление Голден Стейт. И, в принципе, в первом раунде они же показали, что на это рассчитывать можно. У тебя какие впечатления от первых раундов исполнения этих команд, Жень? Что ты нам расскажешь? Мне Голден Стейт напомнил, насколько может у них полететь в одном матче и напомнил, насколько быстро адаптируется Кер. Я опять-таки писал на канале, может быть, читали уже наши слушатели, что буквально за маленький перерыв между первой и второй четвертью Кер внес коррективы в игру и Дэвис, тот же самый, который играл в первой четверти, во второй не получил ни одной передачи. До него не долетело почти ничего. Да, там что-то можно списать на ошибки отдающего, но то, как перекрывали пасовые линии игроки Голден Стейт, это было очень впечатляюще. Опять-таки, выпустили Луни на короткие минуты, и Дэвису было явно некомфортно играть против Кивона. Он даже, по-моему, блокшот получил именно от него. Поэтому Кер слишком быстро адаптируется, и игроки его настолько хорошо разбираются в том, что они должны делать, что это показывает, что они все уже тренировали, они готовы играть в почти любой момент. И то, что делает Кер, это, по большому счету, такая тонкая настройка того механизма, который уже работает. Он просто подсказывает какую-то деталь, и они перестраиваются буквально на ходу. И тут сложно сказать, что там вина нового Орлеана в этом какая-то есть. Да, они не смогли подстроиться под изменившуюся ситуацию. Да, у них не было плана Б. Но у вас есть тренер, которого вы оставили на следующий год. Вот-вот, спрашивайте с него. Может быть, Джентри, который там очень хотел перетренировать, согласно его цитате Кера. Ну, может, Джентри что-то сможет. Посмотрим. Потому что мне кажется, что получить от нового Орлеана борьбу в следующем матче будет очень сложно. Они должны показать что-то уже дома. Но для того, чтобы что-то показать, они должны быть готовы это показать. Это должно быть отработано. Ну, во-первых, тренеры должны найти, что показывать. А потом уже донести это до команды. Я сомневаюсь, что мы увидим что-то там. Что-то новое. Поэтому все будет упираться в игру Дэвиса. И в то, насколько он уже сам может себе что-то создать. Потому что каким бы классным и неудержимым игроком он не был, когда он мяч получает, но надо, чтобы он мяч получил. В ситуации хоть сколько-нибудь подходящей для атаки. Дальше он там что-то разберется сам уже. Но этого нет. Ему просто не дают мяч. И Golden State на этом строит достаточно серьезную часть своей игры в обороне. Поэтому мне кажется, что только третья игра даст нам понимание того, будет ли здесь борьба. Если Кари выйдет в следующем матче, как они, в принципе, и ожидают, хорошо. Но он не нужен. Понятно, что так хорошо второй раз подряд у Томсона уже не полететь. Потому что он там забил три подряд трехочковых в пределах четырех минут. Ну, фактически, там, вот четыре владения три раза он забил. И по большому счету они за одну четверть решили все вопросы. Поэтому, может быть, я жду, что вторая игра будет чуть ближе. И тоже такая же быстрая. Потому что темп игры был шикарен. Баскетбол мне очень понравился. Ну, да, у одной команды тренер есть, у другой команды тренер послабее. Ну, что делать? Баскетбол. Керов, Стивенсов, Поповичей на всех не хватит. Ну, слушай, даже Джентри, на самом деле, помним все, как все, даже в том числе и мы, можно сказать, поносили Джентри. Говорили, что он не заслуживает места на тренерском мостике Нового Орлеана. А вот, как оно вышло, разобрал по полочкам Портленд в первой серии. Ну, у меня, если честно, о нем мне не улучшилось, ну, улучшилось, так сказать, ненамного. Но все-таки позитивные такое делодвижение случились. Но при этом будет интересно посмотреть, как себя будет вести Джентри в той ситуации, когда ему по ходу серии уже нужно принимать решение для того, чтобы радикально менять игру. Потому что с Портлендом, опять же, 4-0. Да, уже Портленд не дал ни одной, так сказать, возможности или причины, мотива для того, чтобы менять Новому Орлеану игру. А Golden State уже после первой игры, в которой, опять же, напомню для тех, кто не знает, это первая игра, закончив 123-101 в поиске Golden State, дала пищу для размышлений Элвину Джентри, главному тренеру Нового Орлеана. Луни вообще, если честно, поражает, потому что я всегда думал, что наш соратник по сообществу Hi5 и наш коллега в плане подкастов Игорь Сошников постоянно, как бы, ну, если можно, так сказать, угорает относительно своего фанатизма относительно Кевина Луни. Ну, теперь я, вот, по прошествии этого плей-оффа понимаю, с чем это связано, потому что человек, на самом деле, да, это в статистическом протоколе, ну, не особо сильно отображается, но человек реально воздействует на игру в первую очередь в обороне. Вчера в игре против Нового Орлеана у Луни был лучший показатель плюс-минус среди всех игроков Golden State, плюс 34. Это действительно круто, человек проводит по 21 минуте в среднем за этот плей-офф. Будет очень интересно посмотреть, какое предложение Луни, кстати говоря, получит летом на рынке, потому что, напомню, для тех, кто не знает, Golden State отказался от прав на него, как на ограниченно свободного агента, и поэтому Луни будет, так сказать, сам решать свое будущее, и мне будет реально интересно посмотреть, какие деньги он может получить после такой серии плей-офф, если он избавит, и кто все-таки решится его подписать. Относительно вот всего того, что ты сказал, да, безусловно, решение перекрыть кислород Дэвису было оправданно и очень круто организовано Кером. Будет интересно смотреть, какие дальше будут, ну, может быть, такие локальные задачи решать Golden State. Но вот от обороны Golden State от Нового Орлеана я хотел бы перейти буквально на пару минут к обороне именно Golden State в исполнении Нового Орлеана. Жень, как тебе кажется, есть ли шансы у Golden State, ой, не у Golden State, извиняюсь, у Нового Орлеана, какие-либо с более-менее так затормозить Кевина Дюранта, потому что, ну, это то, о чем мы говорили, наверное, раньше, это, кажется, главной проблемой у Нового Орлеана. И несмотря на то, что Дюрант в плане шутинга провалил серию первую, да, у него 48 с игры, но при этом 28% из дуги. В первой игре против Golden State у него 3 из 6, более-менее уже ровненькие цифры. Есть ли шанс, как тебе кажется, у Нового Орлеана остановить Дюрант, ну, или хотя бы немножечко притормозить? И если есть, то кто должен против Дюранта обороняться, как тебе кажется? Остановить его не получится, а если он будет бросать так же, пусть бросает так же, тут проблема не в Дюранте. Проблема в остальных. У Нового Орлеана было очень много ошибок, именно позиционных, потому что Golden State очень часто вытаскивал Дэвиса от кольца. И как только Дэвис в 3 метрах от кольца, там открывается зона и туда постоянно идет заброс. Причем периодически туда открывался даже большой, которого Дэвис должен был якобы опекать. Поэтому проблема не столько в Дюранте, проблема в том, что Golden State, продолжая играть так, как они играют, и, ну, фактически они убили Новый Орлеан движением и созданием свободных зон. Посмотрим, как Новый Орлеан отреагирует, потому что в начале, когда, вот в первой четверти, Новый Орлеан активно менял всех на всех, они почти не давали свободного пространства для бросков Golden State. И первое, вот такой баскетбол теоретически возможен, но в случае, если большой, которого опекает Дэвис, он остается в пределах, там, трехсекундный, если Дэвис не выходит. Как только его начали вытаскивать, открылись зоны, появилась возможность забивать из-под кольца, и они, ну, раза четыре, на моей памяти, забивали из-под кольца Лояпы вообще без сопротивления. Только за вторую четверть. Поэтому вопрос в том, насколько смогут сделать выводы игроки Нового Орлеана, потому что бросающего Большого у Golden State нет. Вест не бросает, Грин, ну, с его процентом удачи ему, пусть он бросает с дальней дистанции. Луни туда же. По поводу Луни, один уже есть человек, который, отыграв шикарную серию плей-офф, получил большой контракт. Ян Маинми. Туда же. Бисмак Би Йомба туда же. Ну, Би Йомба, кстати, тоже. Совсем недавно был. Ну, пожалуйста. Ради бога, игрок одной стороны, вот есть такой уже, вот прямо сейчас есть, с хорошими задатками, который двигался раньше достаточно быстро и мог удерживать своих оппонентов. Лайтсайд. Во что он сейчас превратился, все видят. Не надо ничего объяснять. Поэтому, да, Кивон Луни, отлично. От него отказались не просто так. Ждем контракт. А потом выступление в следующем году. В принципе, спасибо тебе, Жень, также за мнение по поводу Кивона Луни, но давайте завершим, наверное, более-менее так разговор об этой серии. Буквально парочку вещей добавлю и перейдем к обсуждению финальной серии на сегодняшний выпуск. В плане Golden State, мне кажется, добавить нечего. Лишь добавлю то, что пару моментов. Во-первых, Draymond Green проводит очень крышесносный пока что плей-офф. Заигрывает так с трипл-даблом. И в обороне это тот самый Draymond Green, которого мы видели в регулярном чемпионате прошлого года, в плей-оффах прошлых лет. То есть человек реально отдохнул в регулярном чемпионате в плане обороны и в плей-офф полноценно включился, показывает весь свой уровень на своей половине площадки. И это не может не радовать, потому что всегда возникают сомнения все-таки в такие моменты, экономит ли игрок силы или все-таки закончился. Ну не то чтобы закончился, а все-таки как-то начал относиться так на пофигизме в обороне. И такое, как мы видели уже ни один раз, ни с одним игроком, часто не лечится. Это не случай Draymond Green. Я лично, как человек, который иногда скучает по оборонительному баскетболу, вот образца там нулевых или что-то типа того, очень этому рад. Второе, что мне хочется сказать, безусловное преимущество Golden State на новом Орлеаном есть. Даже если вот убрать за скобки отсутствующего Стефана Карри в бэккорте. Объясню за счет, что я имею ввиду. Сейчас основные люди бэккорта Golden State на данную секунду, ну по прошествии одной игры серии, это Клей Томпсон и Шон Ливингсон. Оба защитники, которые ростом выше двух метров, с неплохим, так сказать, антропометрией для того, чтобы атаковать вот именно против тандема защитников Новор Орлеана, Реджин Ронда и Дрю Холлида, которые себя проявили очень круто в серии первого раунда против Портленда. Но опять же, они оборонялись там против Лиларда и Сиджи Макколма, которые по размерам, ну как бы чуть-чуть меньше будут. И за счет этого, наверное, удачная оборона у них получалась. Может ли, получится ли так же против Томпсона и остальных длинноруких, длинноногих и длинношеих, как вы хотите называйте, защитников Golden State? Это открытый вопрос, и мне кажется, что не так эффективно получится, и все-таки закрыть полноценно бэккорд у Новор Орлеана, у Golden State, как, например, в случае с Портлендом, вообще не получится. По новому Орлеану хочется добавить то, что, наверное, единственный шанс зацепить у Новор Орлеана одну или, может быть, даже две игры, это привить Golden State в свою манеру игры, то есть манеру игры с быстрым темпом. Например, разница в этом плей-офф у Golden State 97, в среднем владений за игру у Новор Орлеана 102. Пять владений, в принципе, играют роль, и, как мне кажется, на своей площадке, в первую очередь, особенно если Стефан Карри не успеет вернуться к тем играм, то за счет этого Новор Орлеан должен цеплять вот эти игры, о которых я говорю. Ну а в целом, да, как я уже повторил ни раз и не два за сегодняшний выпуск, Golden State более-менее показали, что все-таки они в плей-офф мод вернулись. Все в уме держим возможную серию Golden State и Houston, ловим слюни, которые вытекают изо рта в ожидании этой серии. Ну а пока что вот именно тут я, пожалуй, дам 4-1 в пользу Golden State, в особенности, если вернется Стефан Карри, с небольшими шансами, как мне кажется, на Новор Орлеан 4-2, чисто за счет феноменальной игры. Там одной игры, где Дэвис сможет набрать там 40 очков, 15 подборов и, особенно, если помогут им в этом плане Холиды, Ронда или, может быть, даже Миротич, который, кстати говоря, к слову, не отметил его, но тоже провел отличную серию против Портленда. И, на самом деле, убрал, как мне кажется, любые вопросы относительно того, стоил ли обмен его в середине сезона. Да, он того стоил, даже подобранная опция на следующий год уже, как мне кажется, никого не должна пугать. Надеюсь на то, что Миротич не будет снова наращивать бороду, потому что без борода Миротич очень крут. Наверное, как-то вот волосня на лице влияла на его какие-то такие физические данные. Ну, ладно, не суть, в общем, не об этом мы сегодня будем говорить. Последняя серия на сегодня, которую мы обсудим, серия между Хьюстоном и Ютой Джаст. Очень интересное, на самом деле, как мне кажется, противостояние. Да, немножечко очевидно, немного вперед, наверное, забегу, но, как бы, не поговорить о нем мы, конечно же, не можем. Хьюстон в первом раунде вынес в пяти играх Миннесоту Тимбер Вулс 4-1. В свою очередь Юта для меня лично сенсационно одержала верх над, вроде как всем казалось, фаворитом этого противостояния Оклахому Сити. В шести играх 4-2 Донован Митчин показал, что мои слова относительно того, что первые, там, плей-офф для новичка, скорее всего, нервы. Он будет так себе показал, что я абсолютно не шарю ни в чем, чем я тогда говорил, набирая в среднем. В этой серии около 28-29 очков в среднем. Это очень круто, 46% с игры, 36% из-за дуги. В общем, будем смотреть и будем ждать, что покажет Митчелл в борьбе с Джеймсом Харденом и Крисом Полом. Если мы говорим о сезонной серии, то тут как-то, на самом деле, все очень грустненько. Хьюстон обыграл Юту в регулярном счете 4-0, то есть абсолютный свип, но при этом стоит отметить, что все игры проходили до 26 февраля. А это именно до того момента, когда у Юты началась вот эта вот победная серия, когда они начали выносить одну команду за другой. И, по большому счету, Хьюстон одержал как минимум три победы в этой серии над абсолютно другой Ютой. Не той Ютой, которую из себя представляют джазмены прямо сейчас. Жень, какие у тебя впечатления сложились от первых раундов в исполнении этих двух команд? И что ты ожидаешь от данного противостояния? Я жду, что Юта затащит одну победу дома на том, что у Хьюстона не полетит, на том, что у Хьюстона что-то может не получиться, на том, что они расслабятся после сегодняшней победы, потому что выглядело все очень легко. Ну и в конце концов, Юта должна отдохнуть, должна приехать, ну как это сказать, выдохнуть после той победы, которую они одержали на зубах. Мне приятно, что я оказался прав в серии, по оценке серии Юты с Клахомой вплоть до счета. Что же касается результата, ну, тут, к сожалению, некому бороться. Мы предсказывали с тобой довольно давно, что Хьюстон и Голденстейт сойдутся в финале. И, собственно, мы ждем эту встречу, потому что первый раунд, благо, подарил нам несколько интересных противостояний. Теперь все будет не так интересно, к сожалению, но посмотреть еще пару матчей Донова на Митчелла, оно того стоит. Допустим, третью игру я бы рекомендовал посмотреть всем, потому что на своем паркете паралевики всегда играют хорошо, плюс Митчелл играет более-менее прилично. Ну вот и посмотрим, как Юта посопротивляет Хьюстону дома в первой игре. У меня, Жень, есть... Сначала для человека, который провел уже в лиге больше 8 сезонов свою первую серию плей-офф и провел ее нереально круто, как мне кажется. По своим меркам, опять же, более-менее смог сделать максимально неэффективным Уэсбурга. Сам при этом был спокойным, что-то даже набирал на своей половине, ну, на половине площадки соперника. В общем, вот реально, к испанцу претензий минимум в этой серии. Но вот в последней игре, в шестой встрече, Рикки, к сожалению, получил то же самое растяжение подколенного сухожилия. Травма схожа с ситуацией атакующего защитника Бостона Джейлен Брауна, о котором мы говорили сегодня чуть-чуть раньше. По прогнозам, Руки Руби может пропустить до 10 встреч. Ой, не до 10 встреч, конечно же, извиняюсь, до 10 дней. И при этом, ну, как и в случае с Бостоном Брауном, у Юта нет такого времени. И, скорее всего, мы будем ждать возвращения Рики в третьей и в четвертой встрече серии. Может быть, даже во второй, что маловероятно, мне вот не верится. Ну, посмотрим. И, как бы, это должно сказаться на результатах и на уровне игры, который будет показывать Юта. У меня к тебе буквально один такой вопрос. Ну, на мой взгляд, довольно-таки интересно, именно если рассматривать баланс силы в этой серии. Как тебе кажется, вот в отсутствии Руби какого-то временного, может быть, еще на одну или две игры, кто среди ролевых тех же самых игроков, о которых ты говорил в своем рассказе, Юта должен сделать шаг вперед? Это кому упадут эти минуты по проведению на паркете, потому что, ну, уже по итогам первой встречи, которую Хьюстон выиграли сегодня со счетом 110-96, было очевидно нехватка Руби, потому что разыгрывающие, так сказать, функции легли на Митчелла, который к этому, ну, не особо готов. И за счет чего-то другого нужно вытаскивать Юти. И, как показала практика сегодняшняя, в основном минуты будут брать на себя Ройс Янг, может быть, да, ой, не Ройс Янг, конечно же, Ройс, О'Нилл и, может быть, даже Алик Бёркс. Как ты считаешь, что тенденция продолжится или каких-то других игроков больше в использовании мы должны ожидать от Зака Снайдера? Ой, не Снайдера, Куина Снайдера, конечно же. Там никого больше нет. Я уже написал сегодня в превью на канале по этому поводу, что там есть только О'Нилл и Бёркс. Я, честно говоря, ожидал, что будет Бёркс все-таки, чтобы не перегружать Митчелла владениями, но они решили по-другому. Выпустили О'Нилла в старте, ну, результат его все видели. Мне еще совсем не понравилось, как Юта сегодня пыталась защищаться от Хьюстона. Посмотрим, какие изменения Снайдер несет в другую. Там сейчас 8 человек относительно здоровых, поэтому ждать какого-то там прорыва от игроков, которые вообще не играли. С чего вдруг? Ну, то есть, если у тебя по большому счету, у тебя есть стартеры без Рубио, на месте Рубио играет, ты правильно говоришь, или Бёркс, или О'Нилл. У них еще есть, по-моему, жеребка и экзам. Жеребка – это, ну, скажем так, это человек, который будет выходить в мусорное время, больше у него минут не будет. Экзам, ну, по факту тоже. То есть, там некем играть. Там Рубио заменять некем. Опять-таки, из-за того, что Рубио нету, ни Фейворс, ни Габер не получают те передачи, к которым они привыкли. Габер мог бы за счет своих габаритов создать проблемы Юте в краске. Но до него мяч не доходит. Он просто не может его получить, потому что то, что вот… Ну, даже сегодняшняя игра, о чем там мы говорим, что далеко ходить. Габер сегодня бросил то ли четыре раза, то ли пять раз. Но я вообще не помню, чтобы он там что-то бросал. До него мяч не доходит, люди не могут отдать ему передачу. Митчелл не привык к этому, Митчелл не разыгрывает. Там пик-н-ролл в таком стандартном формате, ему проще обыграть, ему нужно место под счетом. А если это место занимает Габер, ну как? Поэтому сегодняшнее поражение – это совершенно логичное, закономерное поражение, которое они должны были получить. Они попробовали так сыграть, у них не получилось, они должны играть по-другому. Ну, все, тут говорить не о чем. Надо ждать, когда они поставят все-таки Бергса в старт и отдадут ему мяч. Ну, у меня других там комментариев особо нет. Юта должна хоть как-то пользоваться теми игроками, которые есть. Ну, посмотрим, что из этого получится во втором матче. Ну, я бы рассчитывал на третью игру, я бы рассчитывал на то, что там что-то забьет Инглс, на то, что что-то забьет все-таки Фейворс, переигрывая своих оппонентов, потому что он может. Но для этого нужно, чтобы у них кто-то создавал им момент. Митчелл может создать себе. Все. Согласен. И статистика абсолютно подтверждает твой тезис, потому что за серию первого раунда у Митчелла в среднем чуть меньше трех передач за игру, при том, что он проводил на паркете около 38 минут. У него довольно-таки большой процент юсиджа. Ну, о многом говорит Митчелл. Это, мне кажется, самая более близкая реинкарнация Коби Брайанта со всеми его плюсами и минусами вытекающими. И делать из него, пытаться основного поинтгарда, это, мне кажется, так себе затея. Хотя давать мяч в руки Алика Бергса, это, мне тоже, как мне кажется, не самая удачная затея, а очень даже вполне себе рискованная мысль. Но будем смотреть, как будет из этого выкручиваться Куин Снайдер. Он показался и в этом сезоне уже в очередной раз, что он является, наверное, топ-5 тренером ассоциации по именно своим методам выкручивания из разного рода ситуации. Но вот, мне кажется, самая основная проблема Юта, то, что в серии с Оклахомой большую роль играл Габер. И он отчасти, можно сказать, что даже переиграл Стивен Адамс, хотя Стивен Адамс является, ну и далеко не самым последним пацаном на деревне. Назовем это так, я имею в виду в мире центровых. Но вот в этой серии Габера вообще ждет еще больше, так сказать, соревнования, челлендж, в исполнении в лице Клинта Капеллы, который, на секундочку, для тех, кто не знает, является лидером ассоциации в плей-офф, в первого раунда, в особенности, по проценту попаданий с игры. У Капеллы это процент 67 и по количеству вообще, в принципе, по эффективности именно нападения. То есть еще при этом, да, у него есть 50% со штрафной линии, но подбирает 14 подборов. Ну, это вот реально вот что-то из разряда пикового Дандре Джордана, не больше, не меньше. И против такого игрока, как мне кажется, Габеру будет очень сложно играть, защищаться, атаковать уж тем более, в особенности, в отсутствии рубия у какого-такого помощника, подносчика снарядов. Мне кажется, самым таким адекватным решением вот сложившейся проблемы в Юте будет, ну, отдача мяча на откуп Джо Инглсу, человеку, который, ну, реально выглядит, как многие отвечают, как австралийский такой среднестатистический алкаш, но при этом играет, ну, реально на уровне лучшего ролевого игрока НБА. Об этом была недавно статья на Sports.ru, и на самом деле я отчасти с этим тезисом согласен, потому что Инглс является отличным именно в плане эффективности шутером. 44% с игры, 47% из-за дуги в серии первого раунда против Оклахомы. Да, у него чуть больше трех передач, но вот, опять же, если отдать мячик побольше ему в руки, то, как мне кажется, он сможет поднять свои, так сказать, показатели на уровень около, там, 5-6 в отсутствии рубия спокойно. Ну, опять же, может быть, испанец вернется чуть-чуть раньше, чем ожидали, и чуть-чуть менее побитым, если так можно сказать, чем мы все от него ожидаем. По чуть-чуть, буквально по Рокетс пройду, потому что, на самом деле, тут довольно очевидно, потому что, ну, Харден и сегодня показал, что, в принципе, он продолжит, ну, по крайней мере, во втором раунде стащить рояль на себе и делать это максимально эффективно. Пока что за плей-офф у Джеймса около 30 очков в среднем за игру. Да, с игры он мог бы попадать чуть-чуть почаще, но, мне кажется, на его статистику повлияла одна из неудачных игр против Миннесоты, в которой, если не изменяет память, он бросил что-то из разряда 2 из 18. В целом, Харден проводит постсезонку на данную секунду на уровне своего регулярного чемпионата и получает необходимую помощь от Криса Пола, в первую очередь, в скоринге, который также, ну, довольно-таки эффективно это делает, заигрывание. Харден и Пол более-менее делят между собой поровну функции главного плеймейкера. Винги играют на своем уровне, тот же самый Ариза, Полтакер. Вот сейчас вернулся в серии, первый матч в постсезоне провел Люком Бамута, который, насколько мы все помним, вообще иногда имеет максимально лучший рейтинг, нет-рейтинг именно в заигрывании с Джеймсом Харденом, с Крисом Полом. И будем смотреть, как он дальше будет возвращаться вот на уровень после небольшой своей травмы. Единственный человек, которому в составе Хьюстона, как мне кажется, могут быть какие-либо претензии на данном этапе, это Эрик Гордон, потому что, ну, основной исполнитель со скамейки мог бы играть немного получше, поэффективнее. Потому что, покажется, по сезону у него эффективность, это, скорее всего, Антоним к его имени, потому что 34% с игры, 30% из-за дуги, ну, по меркам Эрика это совсем никуда не годится. В целом же, по серии, опять же, очень, мне кажется, подсолил потери Рики Рубио, и, как мне кажется, играя испанец в полноценных кондициях, то у Юта был бы, в принципе, шанс даже зацепиться за серию из шести матчей, и, в принципе, прям вот очень конкретно пустить корни в этом шансе. Но вот именно без Рубио на каком-то промежутке первые две игры за Хьюстоном, скорее всего, останутся в Toyota Center в Хьюстоне, и в Юте на земле Мормонов я бы, скорее всего, отдал предпочтение Юте только в одной игре, максимум. Потому что, опять же, не полетит. Как показывает практика, у Рокет случается не так часто, как могло бы быть. Очень все эффективно, их схема работает. Море, как мне кажется, может быть доволен с Майком Дентни по поводу чего они построили. Но, да, я бы сказал 4-1 в пользу Хьюстона в этой серии. Я ожидаю увидеть скорейший финал Golden State Хьюстона, ну, потому что это реально будет жаришка, 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 если так можно сказать. Но, да, на данный этапе Юте уже респект за то, что они сделали в этом сезоне. После того, как потеряли двух основных бойцов летом, из-за того, что они ушли в другие команды, то есть Джордж Хилл ушел и перестал быть собой, но это неважно. Гордон Хейвард и вот так угадали с драфтом и показывают игру, может быть, даже лучше, чем в прошлом сезоне. Это безумно круто. Респект Юте, желаю успехов им и в этой серии, и дальше, после этого плей-офф, потому что, ну, как мне кажется, это очень круто то, что вот игрок уровня Митчелла, вот с такими стальными нервами, реально с отголосками молодых Уэйда и Коби Брайанта, будет играть еще три года в Ставе Юте на безумно дешевом контракте. Я бы на месте многих звездных игроков, которые будут выходить на рынок свободных агентов или этим летом, или летом следующем, очень серьезно бы заинтересовался возможностью присоединиться к Джазменам, ну, потому что, реально, Митчелл, Габер, даже тот же самый Инглс, который в простом сезоне продолжает подтверждать репутацию своего одного из лучших таких узкоспециализированных игроков. В общем, уют и все в перспективе очень круто. Желаем успеха. Ну и, как я уже сказал, очень будем конкретно ждать потенциальный финал Golden State Houston. На Востоке все больше интересно. И будем продолжать следить за развитием событий. Будем освещать по максимуму. Вероятно, в ближайшее время с Женей встретимся и поговорим относительно будущего некоторых команд, которые вылетели в первом раунде плей-офф. Но это дела будущего. На данный момент я хочу попрощаться с моим постоянным соведущим, автором блога, его игра на Sports.ru и одноименного телеграм-канала Женя, Джерри Биг. Спасибо тебе большое, как всегда, за то, что провел этот выпуск вместе со мной. Жду тебя на следующих записях. Всем счастливо. Всем спасибо, дорогие зрители и слушатели. Не забываем подписываться на наш YouTube-канал, на сообщество Hi-Fi ВКонтакте, на наш телеграм-канал, на телеграм-канал Его Игра Женин, также на наш блог на Sports.ru, на наш канал на Twitch, если вам совсем делать нечего, а также на наш канал на Mixcloud, если вам больше подходит аудиоформат наших подкастов. На этом все, дорогие зрители и слушатели. Всем спасибо и до следующего подкаста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok